Всем привет! Я очень рада всех видеть сегодня на завтраке. Очень рада, что сегодня есть гости не только из Украины, а из Белоруссии. Меня зовут... Меня зовут Светлана Слицюк. Я в дизайне 4 года. Сейчас совмещаю дизайн и, можно сказать так, на украинском мамство, материнство. Сейчас работаю из дома. И сегодня я хочу рассказать такую лайтовую историю. Сегодня очень такой, я бы сказала, спокойный завтрак, когда мы можем выпить кофе, о том, что такое наше комьюнити, что вообще делать в комьюнити, как вы можете использовать его для своих целей. И начну я с такой своей маленькой истории, предыстории о том, чтобы лучше познакомиться с вами. Так, сейчас, минутку. Начну с истории, которая началась 5 лет назад. Я как-то, как хорошая девочка, закончила высший вуз, получила магистра и поняла, что я не хочу работать по профессии. И решила, что я хочу IT. Да, я жива в Венеции тогда, на той момент. И как-то так получалось, что у меня не было друзей айтишников. Я была немножко в другого круга общения. И я как хорошая девочка начала гуглить. И то, что на тот момент предлагала Венеция, это было 5 лет назад. Это были курсы фотошопа. Это была одна из местных компаний, которая обещала что-то похожее на высшее образование на 4 года. И, в принципе, все. И на тот момент мне было очень интересно, кто вообще такой дизайнер. Ну, в том смысле, что он делает и как он работает. Было очень интересно, где же найти этих дизайнеров. Кто вот они на улицах. Вот ты идешь по улице и думаешь, блин, может, он работает дизайнером. А, возможно, где они сидят, как они туда попадают. У меня был друг, который работал в IT, но не дизайнером. И он как-то меня сводил на ихнюю кухню. Я увидела, что там раздают печеньки. Все. Это была вся моя картина о том, как это выглядит. И это, на самом деле, очень обычная история. Обычные девочки, которые никак не были связаны с миром IT. Ну, я пошла на обучение. Обучение происходило вечером. И слушала, что мне там рассказывают о каких-то фантазиях, о том, что такое мир дизайна. Потом так случилась жизнь, что я переехала в Киев. И имела возможность учиться там. Я ищу тот динозавр, который полтора часа ехал в пробках, чтобы послушать одну лекцию в прожекторе, которая длилась один час. А потом ехал полтора часа домой назад. И был очень счастлив о том, что он видит дизайнеров и может с ними пообщаться. И это было очень интересно, когда ты попадаешь в круг людей, которые общаются, которые разговаривают о дизайне, которые работают в разных компаниях. И ты думаешь, вот они живые, их можно пощупать. У каждого своя история, как он туда попал. И когда ты не имеешь никакого опыта, кроме того, что ты нарисовала 2-3 работы как-то там, это очень ценно для такого человека, которым я была 5 лет назад. Потом так получилось, что я переехала во Львов, имела опыт обучаться еще там. И там, то, что происходило там, вообще мне взрывало мозг. Дизайнеры вместе собирались. Происходили какие-то вечеринки. Дизайнеры между собой общались. Мало того, дизайнеры встречали друг друга на улице, говорили друг другу привет, да, и знали, кто в какой компании работает. Делились опытом, выступали, были постоянные спики. Я поняла, что я попала совершенно в другой мир. И этот мир помогал расти, появлялось понимание, куда нужно двигаться и с кем нужно общаться. Ну, это просто, когда ты попадаешь в то окружение, в котором ты можешь расти. Потом так произошло, что уже через 4 года мы переехали в Винницу, и мы почувствовали, что очень не хватает вот этого комьюнити Винницы, потому что когда ты хочешь найти дизайнера, ты не знаешь, где его искать. И поэтому XD-комьюнити Винницы, я очень рада, что сейчас на данный момент у нас есть очень много людей с разных компаний, которые работают дизайнерами, которые могут делиться опытом. И сегодня я расскажу, как каждый из вас может использовать XD-комьюнити в своих личных целях. Хочу сказать и буду сегодня еще повторять, что комьюнити — это не бизнес. и главная идея комьюнити, что каждый дизайнер, который находится здесь, может делиться своим опытом, может рассказывать о том, как его жизнь дизайнера происходит и какой опыт у него в компаниях и в работе дизайнера. На данный момент по тем исследованиям, которые есть, по тем фидбэкам, которые писались, у нас есть дизайнеры с разных компаний. Я бы еще добавила, я сейчас вижу, здесь не хватает софсерв. И также с разных локаций. И это тот ресурс, которым может пользоваться каждый из вас по той причине, что если вы идете в какую-то компанию, и вы хотите узнать, как там, вы всегда можете написать в чат и спросить фидбэк, и вам обязательно ответят. Я думаю, что количество дизайнеров и компаний на самом деле еще больше, но это пока та информация, которую я имею, поэтому она здесь. Один из главных моментов – это если ты хочешь стать, научиться разговаривать на английском языке, то тебе нужно окружить себя анноязычным окружением. Здесь на украинском написано, я просто переведу. Если ты хочешь стать дизайнером, лучше окружить себя дизайнерами. Причем нужно понимать о том, что дизайнеры могут иметь абсолютно разный опыт, и количество лет, которым вы работаете в дизайнере или кто-то работает дизайнером, не означает про его качество или абсолютно не означает о том, что его история или его путь успеха может подойти к вам. Очень важно, и то, что может дать комьюнити каждому из нас, это визабилити дизайнера. Общайтесь с дизайнерами. Каким образом? Когда мы проводим офлайн, это, конечно, намного легче познакомиться. Вы… Главная идея комьюнити от Джуна до лида, да? То есть здесь вы можете встретить лидов, юнит-менеджеров, ресурс-менеджеров, с которыми вы можете пообщаться и спросить про то, как попасть в компанию, какие скиллы нужно закрыть для этого. Вы можете, если вы являетесь не джуном, вы можете выступать на завтраках, на митапах. У нас в мистераме очень много информации о том, кому вы можете написать, как туда попасть. В крайнем случае, вы можете просто написать в наши мессенджеры, что у вас есть идеи, и вы хотите поделиться. Также брать участие в воркшопах и курсах, и разборах работ. На данный момент наша комьюнити дает возможность поучаствовать в воркшоп, который происходит, к сожалению, не так часто, как бы хотелось, потому что комьюнити – это не бизнес, два раза в год. И в этот момент вы имеете возможность пройти опыт под надзором менторов, спросить их фидбэк. И в этом году воркшопы будут происходить с реальным бизнесом, и вы также можете получить работу в своем портфолио. Также показывай портфолио. Что это означает? Если вы хотите попасть в какую-то компанию, очень хорошо сначала получить фидбэк на свое портфолио. Для того, чтобы работать остальные случаи, я об этом расскажу попозже. И также смотри за вакансиями, которые публикуются, потому что те, кто ищет дизайнеров, периодически обращаются в наши комьюнити. И тут есть такой момент. Если ты где-то увидел вакансию, ты тоже можешь поделиться с комьюнити, потому что она может не пригодиться тебе, но она может пригодиться дизайнеру, который использует этот шанс для себя. Итак, насчет то, как можно использовать свое портфолио и что с ним делать, если оно у вас, и вы хотите получить фидбэк. Критика как качественный фидбэк. Критика – это не то, за что нужно потеть деньги. Критика – это то, за что нужно потеть деньги, а комплименты – это то, что раздается бесплатно. Если я встречаю какого-то дизайнера, я всегда ему скажу, чувак, ты крутой, ты работаешь где-то там медлом или сеньором, блин, ты классный, это же классная компания. Но лучше всего это, когда вы ищете действительно качественный фидбэк. Дизайнеру всегда есть, что улучшать. Если вам тяжело, сначала откройте свою работу, ту, которую вы дизайнили год назад, и посмотрите на нее. И если у вас есть чувство, что с ней что-то не так, это классно, потому что это означает, что вы выросли. Это означает, что ваши скиллы стали лучше, и вы можете посмотреть сверху вниз и сказать, о боже, как я мог это сделать. Я недавно отправляла портфолио 15 дней назад, и там надо было приоттачить свои работы. И я открывала работы, которые я делала 3 года назад, и мне было просто стыдно их туда ставить, туда прикреплять. И одну из работ я пририсовывала две ночи, потому что я почувствовала, что это не оно. И я вообще не мог понять, как менторы туда пропускали эту работу куда-то. Это означает то чувство, что я выросла. И после того, как вы готовы, вы прокомментировали свои работы, которые вы делали раньше, знайте своего крокодила. Знайдите человека, который может вам дать качественный фидбэк. Если вам тяжело, сначала ищите медла, который где-то работает, желательно там, где вы хотели бы работать. Пускай он прокомментирует и скажет вам, что можно улучшить. Дальше вы можете пойти к лиду и обратиться также к комьюнити. Как это сделать? Есть несколько видов возможностей. Первое, вы всегда можете написать лично. Никто не обещает вам, что человек обязательно потратит на вас свое время, но вы всегда можете постучать в двери. И как показывает практика и опыт, когда люди пишут один, два, три раза, им как правило отвечают. И вы можете получить тот качественный фидбэк, который вы не могли бы получить в другом месте. Потому что когда вы учитесь на курсах, вы не всегда знаете, какой опыт проходил тот человек, который вас учит. Или он является чисто преподавателем, или он когда-то работал в какой-то компании и пришел на преподавание. Вы можете кроме курса получать фидбэк еще у людей, которые сейчас работают на живых проектах. Также, что является важным, те возможности, которые есть на митапах и также на воршопах, периодически разыгрываются консультации, которые вы можете получить или за свою активность, или вам просто повезет. И самое лучшее, когда вы используете такие консультации для того, чтобы получить этот фидбэк и пообщаться с человеком. Если я не ошибаюсь, то Виталина, которая будет выступать сегодня после нас, получила именно такую консультацию от Константина Гладкова в свое время. Она выиграла ее, и этот опыт получился для нее очень полезный. Она сегодня расскажет свою историю. Дальше, когда тебе дали какой-то фидбэк, делайте все, чтобы исправить те ошибки, на которых вам указали. Или не просите фидбэк вообще. Потому что если вы насобираете кучу фидбэков от разных дизайнеров и ничего не измените или не попробуете понять, почему у вас что-то работает не так, это не поможет и не даст вам никакого практического опыта. Абсолютно никакого. И, конечно же, следуйте за новостями и делитесь новостями. Комьюнити — это сообщество дизайнеров. И наша core команда, которая сейчас существует в комьюнити, следит за тем, чтобы мероприятия происходили для того, чтобы приглашать интересных спикеров, для того, чтобы развивать вообще процесс дизайна и дизайн как таковой в Виннице. Но каждый из нас есть частичка комьюнити. Если каждый из нас будет делиться новостями о том, что происходит, например, ты прошел где-то на работу, или ты знаешь, что где-то ищет дизайнера, напиши об этом в комьюнити. Или ты знаешь о том, что где-то есть какая-то крутая возможность для учебы, еще чего-то, напиши это в комьюнити. Естественно, core команда пишет о тех новостях, которые она получает из мира дизайна, но было бы круто, если бы каждый делился об этом и был полезный друг другу. Тогда комьюнити бы росло, развивалось, и, естественно, было бы более полезным каждому из нас. Так, и когда тебе предложили работу дизайнера, очень важно узнать, что случилось с предыдущим дизайнером. И это как раз ту возможность, которую может давать комьюнити. Если вы идете в какую-то компанию, или вам дали оффер на две разных компании, вы не знаете, где решить, потому что, например, разница в цене небольшая, и опыт вроде тот и тот интересный, вы всегда можете написать в комьюнити, скажите, пожалуйста, работал ли кто-то там, расскажите о своих ощущениях и что там происходило. И это будет круто, потому что вы сможете с первых уст получить реальную картину и сделать выбор. Или не сделать выбор. Ну, тоже как вариант. Поэтому таким образом вы можете писать в Телеграме или Мессенджер, что и то работает. Ну, и, конечно, следите за тем, чтобы получать опыт. Это может быть пед-проджекты. И на самом деле вот воркшопы дают такую возможность поработать в короткое время, две недели над проектом, получить опыт работы с бизнесом и получить себе хорошую работу в портфолио, на которую дадут фидбэк и менторы. Я подальше, попозже расскажу о структуре, но еще что интересного, если вы не являетесь и у вас все хорошо с портфолио, у вас нет чувства, что вы хотите пополнять его еще, вы всегда можете написать и выступить на завтраках или на митапах, если вы чувствуете, что вам есть чем поделиться. Еще немножко о дизайн-воркшопах. В чем их особенность? В том, что вы за короткое время, это не курс, фактически за три дня спринтом в две-три недели можете прокачать свои скиллы с UX, пройти много техник и также получить готовую работу. И в конце каждого воркшопа дается такая, как по нашему мнению, супер-возможность взять участие в конкурсе и, да, закончить свою работу полностью, после чего получить фидбэк с топовых дизайнеров, которые есть в Винниции, которые разберут ваши работы, скажут, что лучше исправить. И, естественно, всегда есть победители, всегда есть хорошие призы, как, например, консультация. И это всегда классная возможность, потому что, возможно, после этого вас пригласят на интервью в компанию, и вы сможете попасть на работу. Еще из того, что важно, это как стать участником комьюнити и пройти украинским посвятым. Ой, извините, не та картинка. Вот. Вы можете подписываться на Инстаграм, на Фейсбук и в Телеграм-канал, и когда вы автоматически стоите участником комьюнити в Инстаграме и в Телеграме или в мессенджере Фейсбука, вы стаёте участником комьюнити. Еще такой один момент. Учиться нужно у тех, кто работает там, где хочешь работать ты. И это очень важный момент, потому что вы должны принимать опыт именно в тех людей, которые работают там, где вы хотите работать. Если вы хотите работать графическим дизайнером, принимайте работу графических дизайнеров. Если вы хотите работать в продуктовой компании, спросите у продуктовых дизайнеров, как им работается. Если вы хотите работать в аутсорс, спросите, какие скиллы нужно там. И вот особенность комьюнити как раз та, что вы можете познакомиться лично с этими дизайнерами и поговорить о них. Потому что если базовые скиллы вы можете получать на курсах, то дальше, чтобы понимать, какие скиллы вам нужно, лучше общаться все-таки с дизайнерами, которые работают сейчас на проектах. Еще один момент. Если вам предлагают в комьюнити интервью, потому что был такой опыт у нас в комьюнити, если не отказывайтесь от них, не ждите, пока придет прекрасное время для того, чтобы пройти интервью, пока вы закроете до конца английский, пока вы прокачаете абсолютно все скиллы, пока все звезды в мире сойдутся и вы будете абсолютно здоровым и счастливым, у вас будет ощущение, что вот в конце это именно ваш счастливый путь. И вот именно сейчас, вот не ждите этого момента, потому что его не будет никогда. Вот, как правило, его вообще не будет никогда. Вы всегда будете чуть-чуть не так хорошо знать английский, как бы вам хотелось. У вас всегда будет чуть-чуть одна или две незаконченных работы в портфолио, так бы вам хотелось. Вам чуть-чуть будет всегда не хватать UX-а или чуть-чуть всегда не хватать UI-а, и это нормально. Почему? Потому что даже если вы пойдете в компанию, пройдете интервью, и вам это интервью, например, предложили в комьюнити, и такое бывает очень часто, когда работодатели пишут о интервью, или мы знаем опыт работы, когда видели хороших студентов и им предлагали работу, и студенты, или не студенты, дизайнеры, они отказывались. Отказывались по ряду причин. И лучше все-таки получать этот опыт. Почему? Потому что если вы придете к человеку, вы, во-первых, получите фидбэк. Фидбэк, который вы не получите абсолютно нигде, потому что вы получите от людей, которые вас хантят. Второе, вы будете знать, какие скиллы вам нужно закрыть. И третье, самое главное, если вы через год придете еще раз, придете еще раз на интервью, то вы сможете показать, насколько вы выросли. И это очень важно, потому что вы покажете, вот смотри, вот какая у меня был английский уровень B1, стал B2, а вот работы у меня были такого уровня и стали еще выше. И это одна из причин быстрого взаимоза, взять вас на работу. Поэтому пока вы будете ждать идеального дня интервью, кто-то пройдет это интервью и попадет на работу. Ну, такая реальная жизнь. И пока вы будете готовить идеальную одну работу, кто-то сделает неидеальных три, исправит ошибки и сделает идеальных еще четыре. Ну и, конечно же, качайте софт-скиллы, будьте милыми, как показывает практика, это помогает. Потому что всегда хочется помочь и людям, которые приятные, которые открыты к общению и крады помощи. Если вы приходите куда-то за фидбэком, и вы его получаете, и вместо этого вы недовольны, потому что вы, естественно, расстроены, после этого, в принципе, вам могут и не давать фидбэк, потому что всегда надо понимать, что если человек тратит на вас свое время, его время — это его деньги, и это инвестиция в ваше развитие. Поэтому все хотят работать в хороших дружественных коллективах, в хороших командах, и качайте свои софт-скиллы. Всегда нужно иметь терпение, где-то услышать, где-то промолчать, и, естественно, понимать ценность своего времени и времени других. Еще есть такой миф у нас в Виннице. Я слышала край муха, что XD только для начинающих. Но на самом деле нет. Особенность XD-комьюнити в том, что вы можете общаться, если вы джун с лидом, если вы лид, вы можете общаться с принциплодизайнерами. И это сужает вот этот мир, между которым был очень большой разрыв раньше. И те, кто работают с сеньорами или дами, всегда могут делиться опытом в комьюнити, и это очень классно, потому что мы открыты тем, чтобы здесь проводились форкшопы, мы открыты тем, чтобы спикеры приходили на завтраки, потому что, по нашему мнению, это и есть ценность комьюнити. Поэтому, если есть желающие, здесь есть Светланка такая, я вижу ее в синем, помаши ручкой, Светлана. Да, вы всегда можете написать ей, все контакты есть в Инстаграме или написать нам в мессенджер и сказать, что мне есть чем поделиться и прийти к миру дизайнеров. Презентация. Вот, это как раз я сказала за завтраки. Также у нас есть митапы. И в заключении всего я хочу сказать о том, что сегодня присутствует как раз один прекрасный дизайнер, который прошел вот этот опыт сначала просто слушателя наших завтраков и митапов, который получился, как по мне, очень успешно пройти весь путь. И сейчас она работает, если я не ошибаюсь, с вебами, экспенерис-дизайнером. И сегодня она расскажет свою success stories о том, как же попасть туда, как же попасть в компанию и каким образом ей помогла XD-комьюнити в этом. А вам всем спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, можно писать в мессенджер. И, как я говорила, сегодня очень легкая такая лекция о том, что является вообще XD-комьюнити. И вот в конце, как говорят, to put to a nutshell, я бы хотела бы сказать, что комьюнити – это продружественную команду, которая работает над чем-то одним, над развитием дизайнера, дизайнерского направления в Виннице. И мы будем рады, если кто-то напишет в мессенджер, что у него есть идея, он хочет ее реализовать. И мы всегда открыты к этому. Поэтому передаю слово Виталине, она расскажет свою историю. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Всем привет. Света, спасибо, что рассказала. Мне было очень интересно слушать. Я даже забыла, что мне сейчас нужно будет что-то говорить. Да, сейчас я пошарю свой экран. Если Света откроет мне доска. Прости, сейчас она снова сбилась. Сейчас попробуй, пожалуйста. Да, сейчас еще мне нужно у себя открыть доступ. Извините. Есть. Все, я вижу, что есть. Да, да, все видно. Спасибо. Мы обсуждали, о чем я буду говорить. И это все проходило под таким названием success story. И у меня было очень дикое сопротивление. Я думаю, господи, success story. Success story – это как какой-то очень крутой бизнес-тренер. Не знаю, с бизнес-молодости выходит в белой рубашке с роликсами и говорит, я вырос в маленьком городе, там, в простой семье, моя мама учительница, и я заработал свой первый миллион, там, расскажу вам. И покупайте мой курс. В общем, все такое. Если у меня получилось, то получится и у вас. Я думаю, боже, это то, что я должна сделать. Но это же не тот успех, который у меня сейчас есть. Да, я работаю в хорошей компании. И мне очень нравится то место, где я сейчас нахожусь. Но для людей с другим опытом это может быть не настолько ценно. Это может казаться не настолько ценным. И тогда я вспомнила, что я тоже читала эти книги из бизнес-молодости. И там была такая штука, что стоит сравнивать себя только с собой в прошлом. Я подумала, окей, для Виталины год назад эта точка – это успех. Да, определенно, да. И там для Виталины 10 лет назад – это успех. Ну, да. Я хочу начать прямо с самого-самого начала. Вот это моя школьная фотография. Я выросла в маленьком городе, в Виталийской области. Моя мама учительница. Это все правда. Я была в школе редактором школьной газеты. Это была такая штука очень хендмейт. Я была там редактором и фотографом. Ну, в общем, я делала все. И верстала эту газету тоже я в Ворде. Интернет у меня был только в школе. Дома тогда еще не было. И все ресурсы, которые у меня были – это фейнт и Ворд. И я, конечно, хочу сказать, я очень находчиво научилась ими пользоваться. И эта газета выходила достаточно долго. Я тогда начинала быть журналисткой. Но когда пришло время поступать в университет, я передумала. Я решила выбрать максимально широкую специальность, где нет никакой узкой направленности, чтобы у меня было время подумать и выбрать позже. Поэтому я пошла учиться на прикладную лингвистику. Это, правда, широкая специальность. Я учила там очень много всего. Я учила СММ, маркетинг, пиар, рекламу, субъективную психологию. Я даже учила программирование на очень таком базовом уровне. Но, тем не менее, я могу сказать, что это очень расширило мой кругозор. И я, в принципе, поняла, что необязательно, в принципе, работать по специальности. Хотя я точно так же, как Света, отличница и очень хорошая девочка. Но был такой момент, когда после университета мне нужно было срочно съезжать с общежития и платить за квартиру. И тут хорошие девочки понадобились деньги. И я искала работу. На тот момент я работала в государственной структуре, пресс-секретаем. И этого не хватало, чтобы снять себе квартиру. Поэтому я пошла в IT-компанию. Случайным образом увидела репост в Фейсбуке о своих друзей, что искали человека в IT-компанию. И я пошла туда работать. За несколько месяцев я поменяла несколько направлений. Меня повысили вторую неделю по стечению обстоятельств. И я там задержалась на больше, чем год. И это было в Одессе. Еще забыла сказать, что я раньше знала о дизайне. Я сидела тогда ВКонтакте. И у меня там была любимая группа. Она называлась Дизигн. И там были мемы про дизайнеров. Поэтому все, что я знала на момент окончания университета про дизайн, это мемы про дизайнеров и шлифты. Но я всегда была перфекционистом. И мне всегда казалось, что это что-то плохое. Что я такая принцесса на горошине. Мне все постоянно не нравится. Мне везде это неудобно. А почему это покрасили в такой цвет, а не такой. И я тогда не знала, что за это вообще платят. И что делать удобные вещи и находить неудобства – это профессия. Ну, позже я об этом узнала уже, когда вошла в IT. Тогда, когда я начала работать в этой компании. Это было в Одессе. Когда была очень популярна эта тема. Очень много проводили всяких семинаров. Как войти в IT. И все очень туда хотели. Я попала туда случайно. Я сама не верила своему счастью. Я думаю, о, я уже тут. А дальше что? А дальше по причинах любви я переехала в Винницу. И пошла работать в другую хорошую IT-компанию. Я занималась многими вещами. Работала и в HR-отделе. Я была ассистентом в SEO. Я помогала организовывать ивенты. Организовывала ивенты на 200 человек. Организовывала поездки, корпоративы за границей на 200 человек. Ну, в общем, много всего. И одна из вещей, которую я делала, я давала ТЗ дизайнерам. Для всякой брендированной продукции. Каких-то баннеров. На выставки. На разные мероприятия. Поэтому я узнала еще немного про дизайн. Но немножко с другой стороны. Все эти вещи мне очень помогли в будущем и помогают до сих пор, если честно. Весь этот опыт. И то, что я работала в IT-компаниях. И софт-скинлы, которые мне удалось получить. Потому что я уже знала немного про работу дизайнера. Но с другой стороны это тоже мне очень помогло. Я работала в Виннице в хорошей компании, Letyshops. В Виннице ее очень любят. И у меня там очень много друзей. И я рассталась с этой компанией с очень хорошими, позитивными чувствами. Но я сделала такую вещь, которую, если бы я знала, как все будет, я бы, наверное, не рискнула. Я уволилась никуда. Если кто-то когда-то так делал, тот знает. Если не делал, то лучше не делайте серьезно. Это море удовольствия. Это море всего интересного. Но тогда я еще не знала, что будет карантин впереди. И ковид, и вся вот эта история. И поэтому сначала это все было очень весело и круто. Я много тратила время на обучение. Я стала интересоваться дизайном побольше. Я стала брать курсы, слушать на Курсера, смотреть очень много видео, читать книги, ходить на спорт. И занимать свой день всеми прекрасными вещами. Потом я узнала, что скоро будет курс в Битрут Академии. Женя, привет! И мне его очень рекомендовали. Там учились мои друзья. И я решила, что я пойду на этот курс. Но до него оставалось еще несколько месяцев. Поэтому я продолжала еще сама учиться. Понемногу осваивать теорию. Учила композицию, колористику, типографику. И к началу курсов у меня уже было даже много оснований, какие-то понятия про основы UX. И я забываю кликать в презентацию. Простите, пожалуйста. Да, мне оказалось, что я смогу сама учиться. Потому что мне легко это дается. В принципе, я люблю учиться. Я такой немножко взброт. И мне это очень нравится. Но дизайн это на самом деле для меня не та вещь, которой можно научиться с тобой. Поэтому в итоге я все-таки пошла на курсы в Битрус Академию. Это на фоне мой преподаватель и мой куратор, Жанечка. В Битрус Академии мне очень понравилось. Это были реально классные курсы. Четыре месяца очень насыщенные. В разгар курсов, когда я была очень воодушевлена и очень радостна от того, что у меня наконец стали получаться какие-то первые лендинги, у нас начался карантин, и я немножко приуныла. Было грустно постоянно сидеть дома, приходить на онлайн-обучение. Это, конечно, повлияло на мою продуктивность. Но, тем не менее, курсы я закончила. У меня к тому времени уже было несколько работ, несколько заказов. Я начала работать на фрилансе. У меня была эта фантазия, я думаю, что, возможно, тут есть фрилансеры или кто-то, кто был на фрилансе, и вы, знаете, будете смеяться надо мной, потому что у меня была такая фантазия, как я лежу на гамаке где-нибудь на Шри-Ланке с ноутбуком и работаю за очень много денег. Но работаю я, конечно же, очень мало, а денег, конечно же, очень много. На фрилансе, к сожалению, для меня оказалось все не так радужно. Мне достаточно быстро стало не хватать самодисциплины. Я стала очень вставать, я стала прокрастинировать, откладывать. Мне было тяжело, не хотелось искать новые проекты. В общем, как-то все начало грустнеть. Где-то в этот же период в чате с Битрут Академии стали появляться анонсы мероприятий от XD Community. Я думаю, о, здорово, я люблю тусы, я люблю какое-то общение. Надо пойти послушать, что это такое интересное. Я пошла на завтраки, на UX Breakfast, познакомилась с людьми. Мне очень понравилось, потому что это как раз какое-то место, где можно увидеть таких же людей, как ты, с теми же интересами, с теми же проблемами и даже с какими-то уже решениями для этих проблем. Это было супер круто, потому что до этого у меня не было друзей. Ладно, у меня были друзья-дизайнеры, но не было коллег-дизайнеров, которые в первую очередь занимаются тем же, что я. И это нас объединяет. Мне это очень понравилось. И вся эта атмосфера, и идея создать место для встречи в Виннице. Я стала ходить на все мероприятия, которые делает XD Community. И мое лицо уже запомнили все организаторы. Я была на митапе, там было четыре спикера, я помню, они мне очень понравились. И что еще было классно, что на этом митапе разыгрывали разные... Там было что-то вроде лотерея, и разыгрывали разные классные призы. Блокнотики, носки, чашки. Но мне достался самый ценный приз, который я больше всего хотела, конечно же. Ну, правда, я больше всего хотела именно этот приз, когда сказали, что там может быть. Я получила один час консультации от Константина Гладкова, одного из основателей XD Community и Lead Experience Designer IPAM. Мне было очень страшно... Я правда очень боялась Костя, потому что он очень серьезный и крутой. И я думаю, господи, я буду тратить час времени этого человека. Мне было, правда, страшно. Но интересно мне было сильнее, поэтому я все-таки написала Косте, мы договорились про встречу, и мы провели эту консультацию. Я пережила этот фидбэк. И я правда вынесла очень много из этой консультации. Во-первых, я поняла, что я не хочу идти работать в то место, где меня будут учить плохому, где я буду получать опыт, как делать не очень хорошие проекты. и один из вариантов трудоустройства, который был для меня актуален на тот момент, сразу отпал. Я поняла, что мне нужно подготовиться посерьезнее для того, чтобы получить то, что я хочу получить. если я на мероприятие. Я поняла, что я хочу идти в большую компанию, потому что это то место, где я смогу получать регулярную нагрузку, не как на фриланте, когда ты неделю работаешь круглосуточно, а потом отдыхаешь или прокрастинируешь, а именно более нормальный ритм, что ли, с работой днем и отдыхом вечером, выходными и так далее. Я поняла, что для меня, для моего типа психики, не знаю, для моего характера, это правда важно. Плюс мне очень не хватало самой атмосферы работы в офисе и работы вообще в компании. Я очень люблю поговорить, пообщаться, выпить кофе. И мне правда этого не хватало, именно рабочей атмосферы вот такой. И что самое главное, я поняла, что чем больше нагрузка у меня будет, чем серьезнее вызовы, чем сложнее проекты, тем быстрее я вырасту и тем быстрее я буду учиться. А учиться я очень люблю и всегда хочу. Поэтому я стала искать то место, где я смогу правда быстро научиться. Я ходила на много собеседований. Ну как, большинство мне отказывали еще до собеседования, поэтому их могло бы быть больше. Я поставила цель получать отказы. Это как раз меня вдохновил Костя после консультации. Он сказал классную вещь о том, что даже если мне откажут на собеседовании, то у меня будет шанс через какое-то время прийти еще раз и показать свой рост. И я думаю, звучит как план, отлично. Я так и стала делать. Я стала поддаваться на все вакансии, которые мне нравились, несмотря на то, что до некоторых из них я не дотягивала. Я стала более стойкой к критике, к отказам. Это правда. Это мне действительно помогло. Но я продолжала участвовать в XD-комьюнити. Я ходила на воркшоп. Я научилась проводить интервью с юзерами и еще очень много классных вещей. И я стала больше общаться с участниками комьюнити. И когда ребята стали организовывать XD-квест для дизайнеров, то они вспомнили обо мне, что я очень люблю всякие интеллектуальные игры, что где когда, квизы, квесты. И позвали меня помочь в организации. Это было весело, и мне очень понравилось. Команда, правда, очень крутая. И мы очень хорошо поработали. И где-то после этого примерно меня пригласили на собеседование в компанию NIPAM. Мне было очень страшно. У меня была запланирована поездка на обучение за границу на неделю. Как раз на то время, когда мне нужно было провести это собеседование. И я боялась, что ну все, теперь меня точно не... Никто не будет меня ждать, никто не будет со мной проводить собеседование. Ну, я рассказала об этом, естественно. Дату перенесли на то время, когда мне было удобно. Я была в шоке и в восторге. Все супер. Я поехала на обучение, вернулась. На то время прошло где-то месяц-два после консультации с Костей. И все это время я училась. Я продолжала читать, смотреть видео, пробовать применять разные техники. Учила очень много теории. Смотрела, не знаю, миллион видео дизайн-спот на ютубе. И, в общем, собеседование я прошла хорошо. И мне сделали оффер. Так я пришла работать в ИПАМ. На собеседованиях я была очень достойчива. Я очень хотела рассказать все, что я знаю. И этот мэм прям очень про меня, вот серьезный. В ИПАМе мне очень нравится работать, честно. Мне очень нравятся команды. Мне очень нравятся люди, с которыми я работаю. Я постоянно учусь. Я постоянно чувствую себя в тонусе. Что мне нужно двигаться для того, чтобы не стоять на месте. И мне очень нравится то, что в больших компаниях я чувствую заботу о себе. Ну, как будто о многих вещах уже подумали за меня. И надо меньше думать о каких-то бытовых штуках. И можно действительно более продуктивно работать над проектом. Сейчас мне очень нравится мой проект. Это что-то вроде облачного решения для сбора статистики по дозиметрам, которые замеряют радиационное облучение у сотрудников медицинской сферы. Это звучит суперсложно. И проект действительно сложный, но очень интересный. И я просто в восторге. Чему я научилась в комьюнити? На самом деле, не могу сказать, что это вещи, которые я выучила именно здесь. Или, не знаю, но, скажем так, многие мои убеждения подтвердились. И появились какие-то новые позитивные опыты за то время, которое я в комьюнити. Во-первых, то, что быть видимым приятно. Быть видимым, я имею в виду не столько продавать себя, там показывать постоянно, посмотрите на меня, а в целом выходить к людям, общаться, не сидеть только у себя за своим компьютером, за своим проектом, а посмотреть, что еще есть вообще, а что другие делают, а что в других компаниях, а что на фрилансе, а что там. И присутствовать в таком широком понимании. Я понимаю, что хотеть – это достаточная причина для того, чтобы что-то делать. Даже если кажется, что я не дотягиваю, а можно было бы еще что-то, а надо еще подучиться, а надо еще добавить пару работ в портфолио. Это, правда, всегда надо. Но если очень хочется, то это достаточная причина хотя бы для того, чтобы попробовать, как минимум. Мне всегда было важно, какие люди вокруг, но в комьюнити эти люди, правда, классные, поэтому мне тут очень нравится. И я полюбила обратную связь. Я, правда, очень… не очень любилась раньше. Я чувствительна скорее к критике, и мне всегда казалось, что я же так старалась, у меня же такая классная работа, я провела столько времени за ней. И что теперь мне вот сказали, что она не очень. Ну, и что теперь делать? Но сейчас я, правда, как-то по-другому к этому отношусь. И мне очень понравилась фраза, которая Света сказала, что критика – это тоже за что платят деньги, а похвалить тебя могут и так. Ну, действительно, если мне нужно, чтобы меня похвалили, я говорю, мам, посмотри, какую классную я работу сейчас делаю. И вот, вау-вау, какой классный проект, восхитительно. А когда я чувствую, что что-то можно улучшить, то я знаю, к кому я могу быть. И самое важное то, что какой-то момент, когда я была на фрилансе, я чувствовала, что очень мало возможностей есть. Ну, вот вроде бы все уже занято. Все классные места уже заняты, там уже кто-то сидит. А для меня ничего не осталось. Я вот так и буду сидеть, вот брошенная, одна, оставленная, без ничего. И постепенно, как раз с помощью комьюнити, и в основном, да, с помощью комьюнити, я просто начала видеть, что возможностей очень много, их хватит для всех, и даже больше. Поэтому просто стоит оставаться открытым и смотреть. И этого даже достаточно, чтобы что-то интересное появилось в твоем поле зрения. А если очень хочется, то тогда можно еще добавить свое усилие, и их будет просто огромное количество. Что дальше? Ну, не знаю. Дальше то, что и было до этого. Сейчас я смотрю на свои старые работы, старые это 4 месяца назад, и мне не нравится, и это нормально. Поэтому, что я буду делать через полгода, год или больше, я не знаю. Но я точно знаю, что это будет круче, чем то, что есть сейчас. По моему опыту. Я не могу сказать, что вся моя история – это какая-то инструкция, или стоит повторять то, что я делала. Вряд ли. Но для меня это очень ценно, и я бы не хотела поменяться ни с кем, ни на что. Я правда получила море удовольствия за весь этот путь больше года, который привел меня сюда. Спасибо. Спасибо. Спасибо, очень круто. Спасибо. Спасибо большое, Виталина. Света, вы большие молодцы. Если у меня получилось, то получится и у вас. Покупайте мой курс. Хорош. Спасибо. Давай, куда денег переводить? Подписывайтесь в Инстаграм, и я буду там анонсировать. Я думаю, что у нас есть еще немного времени. Да, у нас достаточно времени. Если есть у кого-нибудь вопросы, или просто хотите рассказать о себе, включайтесь. Welcome. Я на самом деле хочу выразить огромную благодарность действительно XD-комьюнити, потому что наличие комьюнити в городе, где есть не только курсы нашей академии и любых других академий, а место, где люди могут общаться, приучаться к тому, что есть другое мнение, запрашивать это мнение. Это очень важно. И вот вам огромное спасибо за эту friendly атмосферу, которую вы можете поддержать не только в оффлайн-мероприятиях, но и в формате переписки в чатах. Поэтому вам большое спасибо и будем с вами всегда. Виталина, тебе огромный привет. На самом деле я бы хотела еще добавить, что то, что периодически бывает в комьюнити, иногда в наших чатах, в Телеграме пишут о том, что кто хочет, можете поделиться портфолио для того, чтобы на него дали фидбэк. И я бы очень советовала пользоваться такими возможностями. Они бывают не так часто, но все же бывают. Или если вам кто-то очень понравился со спикером, или вам кто-то очень понравился из тех, кто есть в комьюнити, это такая маленькая подсказка от меня. Или вам нравится то место, где он работает. Вы понимаете, что у этого человека очень ценный опыт. Напишите ему в Телеграм. Он не отвечает. Напишите ему еще раз в Телеграм. Он сказал, что вы очень милые, но у него нет времени. Напишите еще раз в Телеграм. Я просто очень верю, что иногда если мы стучим, то нам открывают. Это не означает, что сейчас нужно написать каждому из лидов в сообществе, засыпать сообщение. Нет, абсолютно нет. Нет, но если вам нужна помощь, или вы чувствуете, что вы не знаете, куда вам двигаться, или, например, вы ищете более комфортную компанию для себя, спросите в чат. Спросите, кто где работает, какой опыт получает. И на самом деле, это может быть очень ценно для вас. Спасибо. У нас есть вопрос один в чате. Спрашивают, какие курсы посоветуют новичку, как развиваться в этой сфере? Как раз к вам обоему вопрос. Я могу поделиться своим опытом, так как я проходила свой путь. Я знаю, что есть очень много курсов. И первое, что я бы посоветовала, это сначала понять, кем вы хотите стать. Потому что курсов очень много, вы должны понимать, вы хотите быть UI-дизайнером, вы хотите быть графическим дизайнером. То есть определить, что вам нужно. Второе, это определить, какие скиллы вам нужны для того, чтобы двигаться в этом. Третье, посмотреть на рынок курса, что он предлагает. Если, например, это Винница, сегодня очень много раз говорили о Битрут Академии, вы можете посмотреть у них и понять, что это подходит для вас, если вы из Винницы, например. Или, сколько я знаю, Жень, сейчас Битрут, по-моему, не только из Винницы, он по всей Украине работает. Да, по всей Украине и за ее пределами также. Потому что курсы в обзорном формате. А, я просто не в курсе этого, то есть как вариант. Также мы знаем там о таких школах, как, например, в Киеве, это Прожектор. Вы можете поискать себе курсы на скиллбоксе, вы можете попробовать дизайн-спот. Один из очень интересных возможностей, это, например, дизайн-спот. он происходит, по-моему, раз в год, он абсолютно бесплатный. У кого-то включился микрофон? Он, это абсолютно бесплатно, вам нужно только отправить свою работу и пройти отбор. Ну, как бы там есть какие-то шаги и получить опыт на три месяца, если вы проходите три месяца, на шесть месяцев. Вы можете следить также за IT-компанией, врачи, эти компании делают лабы. И, если я не ошибаюсь, 30-го марта закрылся набор на лабу, да, Свет? 30-го марта в Винницкую локацию. Да, он как раз закрылся недавно, потому что скоро. Да, 30-го марта закрылся набор на лабу в Винницкой локации и дальше будут для тех, кто живет в Киеве и во Львове открываться лабы в Эпаме еще других локаций, периодически вообще IT-компании проводят лабы, что это такое? Это когда дизайнеры, там есть отбор, вас будут выбирать по уровню английского и портфолио, обучают 3 месяца, если я не ошибаюсь, это меня поправит, и после этого у них есть возможность попасть в компанию. То есть это уровень, какой уровень дизайнера нужен на такие лабы? Просто Светлана работает в Эпаме, поэтому я спрашиваю ее. Я думаю, это скорее вопрос Костя, как он организатор, и тут есть дополнительный вопрос про лабы. Как понять, что лаба для тебя и потенциально работала в Эпаме, сомневаюсь, в эту среду. На самом деле вписаться либо не вписаться, вы точно впишетесь. Нет проблем вписаться в нашу дружелюбную среду. Я могу сказать... Да, но все остальное пусть Костя ответит. Да, я так еще вклынюсь перед Костей. Но в том, чтобы понять, нужно вам или нет, это ответит Костя, но я, как девочка, которая любит все пробовать, я бы попробовала отправить туда портфолио. Потому что пока вы будете думать о том, пойдет или не подойдет, набор закроется, например. Ну вот, вы можете попробовать так. Костя. Смотрите, давайте так. Что такое лабы? Лабы, они проходят практически в каждом городе, не только в Украине, но и других стран. Лабы – это практически даже так сфокусированный максимально на практику курс, в котором прокачивают, как правило, те гэпы, которые случаются у дизайнеров. Как правило, это может быть что-то про UX у кого-то, про UI, у кого-то вообще понимание принципов и вообще процессы разработки программного обеспечения. И это позволит вам прокачать себя и закрыть гэпы и чувствовать себя уверенно, попав в любую компанию. То есть не только про IPAM это говорится. Второе. Эти курсы не предполагают, что вы обязуетесь, там, кровью подписываете, что вы пойдете в эту компанию, вы можете не идти в компанию, просто прокачаться и пойти. Понятно, что есть отборы, отбор выше, чем платные курсы, потому что ограниченные места и, например, в Виннице у нас было всего 20 мест, а заявок нам подали больше стола 10. То есть соответственно нам нужно было выбирать и отсеивали типа тех ребят, которые потенциально нам кажется могли бы попасть в IPAM, либо кто из Винницы и даже если он сейчас не придет, то возможно он там захочет работать с комьюнити, либо попасть в IPAM через много времени, например, через год он еще подрастет, где-то что-то подкачается и потом поймет, что ему интересно. Потому это не обязует вас к чему-то, это дает бесплатные знания, это дает практический опыт, который применяется в компаниях, то есть это не какая-то информация, которую вы можете выбросить в урну, нет, все, что там дается, оно очень важно, оно практично, оно очень применимо и так далее. Идти, не идти, это ваше решение, просто если вы идете, то вы должны понять, что у вас там в ближайшие три месяца будет достаточно немного свободного времени, потому что там предлагается, что в неделю там ну до 10 часов, ну условно там лекции там два раза в неделю по полтора часа, плюс домашки где-то еще по часу, плюс еще проекты у каждого как будто соу-проекты и это предполагает определенную нагрузку, потом если вы располагаете этим временем, есть смысл идти, если вы видите, что вы прямо перегружены, наверное, есть смысл подождать и пойти на следующий лабо. Вот. Насчет курсов ответ такой, смотрите, ребят, есть широко известные и ну такие полезные материалы, например, если вам нужны статьи, то можно смотреть на Medium, там очень много полезного. Вы можете смотреть на Nilsen Norman Group, там очень много статей, очень много видео обучающих, которые вот правда, если вы будете использовать рекомендации с этих сайтов, то это будет полезно. Второе, если вы говорите про курсы, курсы есть локальные, есть глобальные, если мы говорим про локальные, да, есть, например, в Венеции есть одни игроки, в Киеве другие игроки, если брать, например, глобально, то вы можете рассматривать тот же банк-банк дизайн, вы можете рассматривать какие-то более глобальные вещи, если у вас достаточно денег, вы можете выбирать курсера, извините, не курсера, а Nilsen Norman Group курсы, если у вас меньше, то пробуйте курсеру, пробуйте какие-то известные сайты, есть UX Foundation курсы, там для старта прям они очень хорошо организованы, там все есть необходимое для того, чтобы понять, разобраться, попрактиковать. Единственное, что бы я посоветовал, это смотрите, что там была практическая составляющая, то есть теория, она бесполезна, если вы не применяете это сразу, потому либо вы читаете, например, книгу и думаете, как это можно применить, читаете статью, сразу же записываете себе колд-экшены, а что бы я мог из этого применить, либо вы проходите какой-то курс, сразу же применяете, то есть вот единственный совет, смотрите, чтобы была практическая составляющая. Один из таких вариантов, которые могут быть полезны, если говорить про локальные вещи, да, это воркшопы в том же XZ Community, потому что они нацелены на то, что вы 8 часов сугубо практикуетесь и общаетесь с бизнесом, и два дня, да, 8 часов UX, 8 часов UI, и у вас есть возможность за это время, то, что вы растягивали бы на месяц, на 2 и 3, и периодически прокастенировали, попробовать за один день, это удобно, если вы параллельно где-то работаете, это удобно, если у вас есть, например, там, ребенок, или вы менеджите очень сильно свое время, параллельно к добавку к курсам, где вы где-то нахопались теории, или нахопались теории на разных сайтах, вы можете использовать еще эту возможность. Единственный момент, который сейчас мы не можем сообщать о датах, потому что все планировалось на марте, но так как мы имеем красную зону, определенные карантинные ограничения, мы все же мечтаем про оффлайн, но есть возможность, что если к лету ситуация не поменяется, мы переведем это все в онлайн формат, и участие в воркшопе смогут взять люди не только с Венеции, а с других городов, если у них будет такое желание. Из плюсов того, что после этих воркшопов у вас есть еще месяц для того, чтобы закончить свои работы, и после этого показать им, не могу назвать жюри, но лидерам мнений, которые работают в дизайнерах не только с компанией PAM, например, есть у нас еще, в прошлый раз еще комментировал дизайнер за стаунт, лид экспириенс дизайнер, дизайнер, лид экспириенс дизайнер, извините, вот, и у вас есть возможность, во-первых, показать себя, во-вторых, получить фидбэк и научиться, потому что это короткие сроки и такой быстрый спринт, да, еще есть фантазия о том, что будет проводиться воркшоп на английском языке, потому что каждому дизайнеру придется на английском разговаривать с заказчиком, и это как раз тот момент, когда вы можете сейчас попробовать на воркшопе, когда рядом еще есть менторы, которые могут, если что, вам помочь или не помочь, и вы получите свой опыт. Так, у нас еще были вопросы, там, по-моему. Там еще один по поводу лаба спрашивают, отобрано ли 20 у шестеревчиков. Костя, отобрано ли уже 20? Я сделал маленький комментарий. Насчет лабы в Винницу, смотрите, мы сейчас практически уже всех отобрали, еще, может быть, там 2-3 человека добавятся, мы еще не всех информировали, поэтому ждите, пожалуйста, что с вами свяжутся, и вам дадут ответ. Ответ в любом случае будет один или другой. Единственное, что комментарий, подавали ребята заявки с Киева, и мы приняли решение, что мы с Киева не будем брать ребят на лабу, почему, объясню. Есть в Киеве сейчас набор и запуск через там 15 дней буквально после нас киевской лабы, и я думаю, что гораздо удобнее, комфортнее будет ребятам ходить на лабу в Киев и обучаться там, ну, либо онлайн, скорее всего, это будет, но, тем не менее, это гораздо лучше. Поэтому, вот, с Киевом сразу же дают ответ. А остальные локации, ну, просто подождите, мы еще, ну, просто всех информировать там, что с чем-то заявок нужно с ними связаться, это какое-то время занимает. В любом случае, все, кто будут приняты, будут оповещены, кто-то уже получил, наверное, информацию об этом. И, ребята, вы будете оповещены до 1 апреля, до старта, тогда не переживайте. А тут еще вопрос есть за лабу. Пробую отправить портфолио на лабу, но оно не не отправилось. Напишите мне, если вы пробовали отправить портфолио, что-то не разобрались, у вас не получилось. Есть комьюнити, есть мессенджер, напишите мне. Важно две составляющие. Первый – это сдать тест английский, второй – ну, чтобы было портфолио. Если вы свяжетесь со мной, то мы можем там еще рассмотреть, у нас еще есть несколько мест, которые мы думаем, куда отдать. Так, возможно, как я понимаю, портфолио и отправилось, потому что там же, ну, возможно, вы, Инна, уже есть в списках, потому что никому еще не давали фидбэк о том, что он прошел лабу или нет. Мы дали знать, может быть, 5 человек, 10 максимум. Я думаю, что Инна может написать. Напишите мне, я вам скажу. И он проверит просто, возможно, ваше портфолио прошло и все окей, вы зря переживаете. А можно еще уточнить, какой уровень английского требуется для лаба? В1, по-моему, да? В1. Скажем так, у нас официально мы сделали скидку и ребят чуть-чуть ниже левлом, которые там проходили тесты, мы тоже рассматривали. Но так, введите в обучении. Хорошо. В1 это еще не переговор, это просто ориентир. Окей. Спасибо. Еще, возможно, есть какие-то вопросы. У нас, кстати, сегодня есть Женя с Битрутакадемией. Если у вас будут какие-то вопросы насчет обучения, вы можете прям отсюда связаться с ней, написать, спросить, и вам ответит. Вот там я помню, что спрашивали из-за школы, представители одной из школ есть сегодня у нас на завтраке. Вот. Часть XD-комьюнити, Женя, нам очень приятно, что ты есть. Женя, ты можешь написать какие-то свои контакты в мессенджере? Возможно, кто-то с ребят захочет написать, спросить. Кстати, насчет дизайн-спота еще маленькую ремарку сделаю. Смотрите, есть такой же дизайнерской комьюнити, как XD-комьюнити, только оно, я бы сказал бы, что оно не стоит всем минское, оно такое, более глобальное, потому что там преподаватели есть и с Львова, и с Киева, и с Минска, и с России. В общем, есть достаточно большой дизайн-спотомьюнити, и там проходит раз в год курс для вообще нулячих, то есть для тех ребят, которые начинают с нуля, там нету, по-моему, даже особенных ограничений, можно идти практически всем. Единственное, что там нету работы индивидуально с менторами, а те, кто прошли, ну, на первой части там отучились и прошли на вторую часть, тогда они могут подавать заявки уже на вторую часть, и вторая часть это менторшип, и менторшип там достаточно мощная программа, три месяца там у каждого есть свой ментор, есть программа, есть курсы, дедлайны, ну, короче, все как в реальном проекте, потому дизайн-спот это тоже один из хороших вариантов. Да, причем дизайн-спот может быть полезен не только для начинающих, например, тех ребят, которые давно работают с UI, и они хотят прокачать, и хотят прокачать UX, или те, кто давно работают с UX, и хотят больше прокачать UI, то есть это хороший опыт в любом случае, я бы не сказала, что он там только-только для начинающих, он по мне много ребят, я проходила этот поток в свое время, и там много работающих дизайнеров, и вполне те, которые получали опыт, вот, и ребята, которые ведут дизайн-спот, они невероятно эмоциональные, приятные, и ты просто сидишь, и ощущение после лекции там короткий будет, что ты два часа смотрела какой-то фильм, ты посмеялась, и вроде и чай попила, и кофе, вот ищите там, где вам будет комфортно, на самом деле, ищите людей, от которых вам будет комфортно перенимать знания, ищите команды, в которых вам тепло, хорошо, спокойно, и вы хотите развиваться, делайте свое развитие максимально комфортным, уютным, как будто вы подбираете себе комфортную, не знаю, одеяло и подушечку, потому что все равно будет сложно, и вы не будете спать, не спать ночами, потому что вам нужно будет вписываться в дедлайны, так пускай это будет комфортно, но так тяжело, но комфортно, это такой, от себя тина пошла. Хорошо, вроде все вопросы. Да, я больше даже не вижу. Привет, я вам большое спасибо, что вы присоединились, что вы добыли завершение, хочу сделать маленький анонс, следующие встречи будут очень интересные, одна из следующих встреч, это будет Макс Качук, это дизайнер с Киева, он расскажет про рост дизайнеров, не менее достаточно, должен быть интересный спич, а после него еще у нас будет выступление, и будет выступать дизайнер, который сейчас работает, насколько я понял, в Google, и он живет в Штатах, и он приехал, ну, как бы с Украины, переехал туда, и сейчас живет, работает там, и тоже достаточно интересный спич будет, потому что он начал свою карьеру как проект-менеджер, потом перешел в дизайн, и это такой невероятный опыт, который, наверное, не каждый день встречается, поэтому подписывайтесь, фолловите нас, не забывайте. Следите за анонсами, ставьте колокольчик и палец вверх. Да, спасибо, Костя. Да.